СКОЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ Давайте вспомним. Скалярное произведение векторов – это произведение длин данных векторов на косинус угла между ними. Для того, чтобы определить угол между векторами А и В, отложим векторы ОА, равный вектору А от точки О, и из этой же точки отложим вектор ОВ, равный вектору В. По определению получаем скалярное произведение векторов А и В равно произведению длины вектора А на длину вектора В и на косинус угла между ними, где φ – это угол между векторами А и В. Произведение вектора на себя является скалярным квадратом. Обозначаем вектор А в квадрате. Значение скалярного квадрата вектора А будет равно квадрату длины этого вектора. Также обратим внимание на то, что скалярное произведение будет принимать значение нуля тогда и только тогда, когда угол между векторами равен 90 градусам. Этот факт мы будем называть условием перпендикулярности векторов А и В. Рассмотрим вектор А с координатами х1, у1, з1 и вектор В с координатами х2, у2, з2 в прямоугольной системе координат. Скалярное произведение векторов можно выразить в координатной форме. Скалярное произведение векторов А и В будет равно сумме произведений соответствующих координат данных векторов. То есть скалярное произведение вектор А умножить на вектор В будет равно х1 умножить на х2, у1 умножить на у2 плюс з1 умножить на з2. Итак, по определению скалярное произведение равно произведению длин данных векторов на косинус угла между ними. С другой стороны, скалярное произведение векторов мы можем вычислить в координатной форме. То есть скалярное произведение вектора А на вектор В равно сумме произведений координат векторов А и В. А также мы с вами уже рассмотрели формулу для нахождения косинуса угла между векторами А и В. Косинус угла φ будет равен отношению скалярного произведения векторов А и В к произведению длин данных векторов. Длины вектора А на длину вектора В. Формулу можно продолжить в координатной форме. Рассмотрим задание. Найти скалярное произведение векторов А и В, если длина вектора А равна 3, длина вектора В равна 10, и косинус угла φ равен 1,5. Повторяю, что угол φ – это угол между векторами А и В. Для выполнения данного задания воспользуемся формулой, выражающей определение скалярное произведение. Скалярное произведение вектора А на вектора В равно произведению длин вектора А и длины вектора В на косинус угла между ними. Выполняем подстановку данных. Длина вектора А равна 3, длина вектора В равна 10, косинус угла между ними равен 1,5. Выполнив соответствующее вычисление, получаем скалярное произведение вектора А на вектор В равно 6. Рассмотрим следующее задание. Найти скалярное произведение векторов А и В, если длина вектора А равна 5, длина вектора В равна 8, и задан угол между векторами φ равный 60 градусам. Для выполнения данного задания мы опять воспользуемся формулой, выражающей определение скалярного произведения. Но сначала мы найдем значение косинуса угла 60 градусов. Косинус 60 градусов равен 1,2. Выполним подстановку данных. Получаем скалярное произведение вектора А на вектор В равно произведению чисел 5, умноженной на 8 и умноженной на 1,2. Выполнив соответствующие вычисления, получаем скалярное произведение вектора А на вектор В равно 20. Рассмотрим следующее задание. Найти скалярное произведение векторов. Вектор А задается координатами 3, 2, минус 1. Вектор В задается координатами 0, минус 2, 4. Для выполнения данного задания мы воспользуемся формулой скалярного произведения в координатной форме. Выполним подстановку координат вектора А и вектора В в данную формулу. Получаем скалярное произведение вектор А умножить на вектор В равно 3 умножаем на 0, 2 умножаем на минус 2, прибавляем произведение, и плюс выражение минус 1 умножить на 4. Выполнив соответствующие вычисления, получаем скалярное произведение вектора А на вектор В равно минус 8. Рассмотрим следующее задание. Даны векторы А с координатами 1, 2, М и вектор В с координатами минус 2, минус 1, 2, М. Найти значения М, при которых векторы А и разность векторов А и В перпендикулярны. Начнем решение с того, что вспомним формулу нахождения скалярного произведения данных векторов в координатной форме. А также условия перпендикулярности векторов в пространстве. Условимся, что разность векторов А и В будет равна некоторому вектору С. Координаты вектора А нам даны, определим координаты вектора С. Для этого от координат вектора А будем отнимать соответствующие координаты вектора В. Вектор С будет иметь координаты 1, минус, минус 2, 2, минус, минус 1, М, минус 2, М. Выполнив соответствующие вычисления, получаем, что вектор С задается координатами 3, 3, минус М. Итак, координаты вектора А нам даны, координаты вектора С мы определили. Составим выражение для нахождения скалярного произведения этих векторов. Формула для нахождения скалярного произведения вектора в координатной форме нам известна. Находим скалярное произведение. 1 умножаем на 3, плюс 2 умножаем на 3, плюс М умножаем на минус М. Выполнив соответствующие вычисления, получаем упрощенное выражение минус М квадрат плюс 9. Так как по условию векторы наши должны быть перпендикулярными, накладываем условие. Скалярное произведение данных векторов приравниваем к нулю. Получаем квадратное уравнение. М квадрат равно 9. Данное квадратное уравнение имеет два корня. М равно минус 3 и М второе равно 3. Итак, получаем, что вектор А и вектор А минус Б будут перпендикулярны при значениях М равным минус 3 и 3. Рассмотрим следующее задание. Найти площадь треугольника АВС, если А задается координатами 5, 3, минус 2. Точка В задается координатами 4, минус 1, 2. И точка С задается координатами 1, 3, минус 2. Рассмотрим треугольник АВС. Для нахождения площади нашего треугольника вспомним формулу. Площадь треугольника равна половине произведения длин двух сторон этого треугольника на синус угла между ними. Угол между сторонами АВ и АС нам неизвестен. Поэтому мы будем использовать скалярное произведение в решении данной задачки. Для начала определим координаты вектора АВ. От координат точки В отнимаем координаты точки А. Получаем, от 4 отнимаем 5, от минус 1 отнимаем 3, от 2 отнимаем минус 2. В результате получаем вектор АВ задан координатами минус 1, минус 4, 4. Найдем длину этого вектора. Длина вектора равна корню квадратному из суммы квадратов координат данного вектора. Подставляем координаты вектора АВ в данную формулу. Получаем под корнем квадратным выражение минус 1 в квадрате плюс минус 4 в квадрате и плюс 4 в квадрате. Выполнив соответствующие вычисления, получаем длина вектора АВ равна корню квадратному из числа 33. Далее рассмотрим второй вектор, вектор АС, построенный на стороне треугольника АС. Определим координаты этого вектора. От координат точки С будем отнимать координаты точки А. Получаем, вектор АС задается координатами 1-5, первая координата, 3-3, вторая координата, минус 2-2, третья координата этого вектора. Выполнив соответствующие вычисления, получаем вектор АС, задан координатами минус 4, 0, 0. Вычислим длину этого вектора. Подставим формулу для нахождения длины вектора координаты вектора АС. Минус 4 в квадрате, плюс 0 в квадрате, плюс 0 в квадрате. Выполняем соответствующие вычисления. Получаем под корнем квадратным число 16. Корень квадратный из 16 вычисляется равен 4. Итак, ребята, координаты вектора А, В и АС нам известны. Длины этих векторов мы с вами определили. Теперь, используя формулу для нахождения косинуса угла между векторами, мы можем определить косинус угла φ косинус между сторонами треугольника А, В и А, С. Подставляем данные в формулу для нахождения косинуса угла между векторами А, В и А, С. Составляем выражение для нахождения скалярного произведения векторов А, В на А, С. Для этого соответствующие координаты вектора А, В и А, С перемножаем, получившееся произведение складываем. В результате выполнения данных действий мы получаем в числителе число 4. В знаменатель подставляем значение длин вектора А, В корень квадратный из числа 33 и длина вектора А, С равна 4. В результате 4 в числителе и 4 в знаменателе сократится, и получаем, что косинус угла φ будет равен числу 1, деленное на корень квадратный из числа 33. Итак, ребята, мы нашли косинус угла φ, а по формуле для нахождения площади треугольника нам нужно значение синуса этого угла. Поэтому вспомним основное тригонометрическое тождество, связывающее функцию синус и косинус одного и того же угла. Чтобы найти значение квадрата синуса φ, от единицы отнимем квадрат значения косинуса φ. Подставляем от единицы и отнимаем отношение одного корню квадратному из числа 33 в квадрате. Выполнив соответствующее вычисление, получаем квадрат синуса угла φ будет равен дроби 32,33. И вычисляем значение синуса φ. Оно будет равно 4 корня из 2, деленное на корень из числа 33. Итак, нам известна длина вектора АВ, то есть длина стороны треугольника АВ, длина вектора АС, то есть длина стороны треугольника АС и синус угла между ними. Выполнив подстановку в формулу для нахождения площади треугольника, получаем половину произведения корень из числа 33 умножить на 4 умножить на дробь в числителе 4 корня из 2, деленное на корень из 33. Выполнив соответствующее вычисление, получаем площадь треугольника АВС равна 8 корня из 2 квадратных единиц. Итак, ребята, подведем итоги работы на уроке. Сегодня на уроке мы с вами применили формулы скалярного произведения векторов при решении задач. На этом наш урок завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok